Как говорил Глеб Жигулов, вор должен сидеть в тюрьме, а убийца в тюрьме сидеть должен и подавно. Поэтому в отношении ДТП со смертельным исходом, которое совершил Михаил Ефремов, у нормальных людей, мне кажется, двух мнений быть не может. Убийца Ефремов должен сидеть в тюрьме. Всем доброго дня! В начале было слово. Нет, в нашем случае сначала было предложение от одного моего старинного знакомого высказать на его YouTube-канале свое мнение по нашумевшему ДТП с участием Михаила Ефремова. У меня мнение было, оно даже распирало меня, как и многих людей, которых зацепило за живой это дорожной аварии со смертельным исходом. Я даже откликнулся небольшим роликом под названием «Михаил Ефремов. Казнить нельзя, помиловать». Знакомый, блогер, сразу оговорил рамки. Уложись, говорит, минуты в две-три. Я не уложился. Немного перевалил за три минуты. Отправил запись. Знакомый ответил. Немного сокращу. Что ж, подумал я. Сам нарвался. Тебе же сказали, до трех минут. Через несколько дней появился ролик «ДТП с Михаилом Ефремовым. Мнение друзей и подписчиков. Специальный выпуск». В том числе и с моим мнением. В редакции знакомого блогера оно и прошло в начале этого ролика. Первая мысль после просмотра моего сокращенного мнения была такая. Это не мнение, а какая-то резолюция прокурора. Только что не хватало концовки. Предлагаю приговорить к высшей мере через повешение расстрелянием. Как-то такое вольное обращение с мнением другого человека, к которому ты же самый обратился, несколько удивило меня. Тем более, что Виктор, мой знакомый, всегда казался мне, да и не только мне, человеком толерантным и довольно широких и свободных взглядов. О чем он и сам любит напоминать. Я по большому счету уважаю мнение каждого спикера, который присылал свое сообщение. Каждый человек имеет право на свое мнение. И не надо его оспаривать. Человек так думает, он в этом уверен. И я со многими согласен на все 100%. С другой стороны, каждый блогер сам себе и добытого им материала редактор. Таковы правила игры. И тут уж ничего не попишешь. Тут ситуацию можно исправить только самому. Как? Выложить свое мнение, как есть. В нем, мне кажется, прозвучали пара дельных мыслей. Как говорил Глеб Жигулов, вор должен сидеть в тюрьме, а убийца в тюрьме сидеть должен и подавно. Поэтому в отношении ДТП со смертельным исходом, который совершил Михаил Ефремов, у нормальных людей, мне кажется, двух мнений быть не может. Убийца Ефремов должен сидеть в тюрьме. Сейчас в медиасфере разворачивается некое обсуждение этой трагической истории. Всплывают различные нюансы. На парочку из них я бы, пожалуй, обратил внимание. Первое. За последний год на Ефремово было составлено 50 административных штрафов за нарушение ПДД, правил дорожного движения. 50 нарушений. По сути говоря, он нарушитель рецидивист. Мне кажется, если бы власть в лице ГИБДД, полиции, может быть, прокуратуры обратила на это внимание, и какие-то более жесткие меры в отношении него принимала под решение прав, может, еще там что-то. Более действенное, чем штрафы. То и вот этой трагедии, этой смерти на дороге мы бы не получили, не имели. И второе. Как-то сам Ефремов признался, что впервые от алкоголизма он лечился 24 года. Ему вшили торпеду, как он рассказывал, пригрозили, что если он выпьет, то помрет. Но он год продержался, потом бухнул, все нормально. И дальше продолжил вести свой разгольный образ жизни. То есть, по сути, все эти годы, сейчас Ефремову 56 лет, мы за рулем имели водителя-алкаша, водителя-пьяницу. И это даже логично, что все в автомобильной жизни Ефремову завершилось вот такой трагедией. Тем более, она не первая. В 2009 году он уже совершал подобное преступление, подобное нарушение. Тогда пострадали два человека. И как они утверждают, и в том ДТП Ефремов тоже был пьян. Поэтому, в общем-то, все логично, и отсюда нужно делать выводы всем. Самый такой банальный, не садиться, естественно, за руль пьяным. И примером, таким печальным в этой ситуации, в этом случае, может служить заслуженный артист России Михаил Ефремов. И к сказанному добавил бы еще одну мысль. Ролик, где обсуждается, как пьяный в дугу водитель совершил ужасное со смертельным исходом ДТП, ведущий завершает словами «Пейте меньше, пейте ответственно». «Пейте меньше, пейте ответственно». «Пейте меньше, пейте ответственно» – это синоним призыва «пейте умеренно, пейте культурно». Этот лицемерный, лукавый призыв особенно опасен для юных, молодых, кто еще в поиске жизненных ориентиров. Когда юным вдалбливают, что алкоголь, если пить умеренно, ответственно, культурно – это не зло, а наоборот – красиво, престижно и весело, то чего бы и не пить – культурно. Но для многих первый культурный шаг питья становится дорогой в бескультурное, беспробудное, пьяное существование. И для кого-то эта дорога заканчивается, как у Ефремова, жизненной катастрофой. Я уж не говорю о том, что Ефремов принес смерть, беду и горе совершенно посторонним людям, случайно оказавшимся на пути его джика. А Виктор продолжает воспитывать. И самое главное, самое главное, что я хочу сказать, и всем говорю, и всем взоршникам говорю – виноват и не вино, виноват пьющий. Согласен, виноват и не вино, виноват пьющий. И еще виноваты те, кто активно, изобретательно, энергично направляет людей на пьяную дорожку, используя даже такие ситуации, как смертельное ДТП Михаила Ефремова. Я на этом заканчиваю. А вас, кто согласен со мной, прошу поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Пока, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова